Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами Юридическая помощь. Сегодня мы продолжаем разговаривать о мерах социальной поддержки и государственного обеспечения граждан. К сожалению, немногие знают о своих правах в социальной сфере. Мы попытаемся сегодня разобраться относительно того, куда граждане могут обратиться со своими наболевшими вопросами и как им можно в этом помочь. На вопросы телезрителей отвечает адвокат Светлана Каменская. Светлана Владимировна Каменская – кандидат юридических наук. Окончила юридический факультет Ярославского государственного университета имени Демидова. Считает свою профессию творческой, а необходимым качеством юриста – нестандартное мышление, позволяющее находить решения в самых сложных ситуациях. Светлана Каменская любит защищать людей и восстанавливать справедливость. Сочетает практическую деятельность с преподаванием в Академии труда и социальных отношений. Итак, первый вопрос. Обязан ли работодатель восстановить бывшую сотрудницу, которая забеременела в отпуске с последующим увольнением? Понятно, желание сотрудницы, которая узнала о беременности в момент своего отпуска, вернуться к прежнему работодателю. Но здесь есть один нюанс. При написании заявления сотрудницей о предоставлении ей отпуска с последующим увольнением, днем увольнения будет являться последний день отпуска. Но при этом последним рабочим днем данной сотрудницы будет последний день, когда она фактически работала. То есть до наступления отпуска. И именно в данный день работодатель должен произвести с данной сотрудницей окончательный расчет, выдать ей на руки трудовую книжку. И трудовые отношения именно в последний день работы с данной сотрудницей будут считаться прекращенными. А не в последний день отпуска, который будет считаться днем увольнения. Ну и поскольку данная сотрудница написала заявление об увольнении по собственному желанию, то каких-либо претензий к работодателю она иметь не может, в том числе и по вопросу о восстановлении на работе. То есть работодатель не обязан восстанавливать такую сотрудницу на работе. Какая ответственность предусмотрена для работодателя в случае отказа в приеме на работу инвалида в счет установленной квоты? Работодатель несет ответственность за отказ в приеме инвалида в счет установленной квоты. Такая ответственность установлена Кодексом об административных правонарушениях и предусматривает штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Можно ли отказать в приеме на работу специалисту, который не предоставил трудовую книжку? При ответе на данный вопрос важно выяснить причину, по какой данный работник не приносит трудовую книжку. Таких причин может быть несколько и в зависимости от них возможен тот или иной вариант действий. Например, если этот работник устраивается на работу впервые и у него отсутствует трудовая книжка, то работодатель обязан эту трудовую книжку ему завести и оформить. Если же причиной непредставления трудовой книжки является конфликт с прежним работодателем и недобросовестные действия прежнего работодателя, который удерживает эту трудовую книжку у себя, то в этих условиях новый работодатель не может принять работника на работу без трудовой книжки, поскольку трудовое законодательство одним из важных документов, требуемых при трудоустройстве, предусматривает наличие трудовой книжки от работника. И здесь нужно уже работнику разбираться с прежним работодателем, может быть, подавать на него в суд и требовать возврата трудовой книжки для того, чтобы устроиться на работу к новому работодателю. В таких условиях задержка трудовой книжки прежним работодателем может являться основанием к начислению данному работнику в судебном порядке денежных сумм за время вынужденного прогула, а также компенсации морального вреда и возмещения всех издержек, которые понес данный работник. То есть материальная сторона работника не пострадает. Важно, чтобы новый работодатель имел терпение и время дождаться, пока работник разбирается со своим прежним работодателем. Проблема с получением больничных листов иногородними гражданами действительно существует. И связана она прежде всего с тем, что иногородние граждане получают временную регистрацию, а полис обязательного медицинского страхования выдается работодателям при наличии постоянной регистрации. Но это не означает, что медицинская помощь не может быть оказана таким гражданам. Экстренная медицинская помощь, скорая помощь, она оказывается в любом случае и отказать не могут даже при отсутствии полиса обязательного медицинского страхования, поскольку это будет считаться оставлением в опасности. Что касается прикрепления к поликлинике, то также для этого требуется полис и соответствующее заявление гражданина. Но, опять же, здесь все упирается во временную регистрацию, так как прикрепление к поликлинике возможно при наличии постоянной регистрации. Как же получить полис обязательного медицинского страхования, если у гражданина отсутствует такой полис, либо полис выдан страховой медицинской организации, которая не имеет филиалов в том городе, где работает иногородний гражданин. Здесь придется обратиться к страховщику, то есть в страховую компанию, и написать заявление о выдаче временного полиса как безработному гражданину. Такой полис выдается достаточно быстро и действует в течение трех месяцев. По истечении этого срока можно обратиться повторно за получением временного полиса обязательного медицинского страхования, и срок уже будет составлять 90 дней. Включаются ли в стаж работы, дающие право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, ежегодные оплачиваемые и дополнительные отпуска, в том числе учебные. В стаж работы, дающий право на досрочное назначение пенсии по старости, включаются периоды, когда работник получал пособия по временной нетрудоспособности, а также периоды основного ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков. К дополнительным отпускам относятся отпуска за особый характер работы. Это работа в районах Крайнего Севера, работа на вредных производствах в тяжелых или иных особых условиях труда. Что касается учебных отпусков, то они в этот перечень не включаются. Следовательно, данные периоды нахождения работника в дополнительных учебных отпусках не включаются в стаж работы для назначения досрочного трудовой пенсии по старости. Тем не менее, по ранее действовавшему законодательству, которое применяется в части, не противоречащей действующему законодательству, отдельные виды отпусков могут включаться в стаж работы, дающий право на досрочное назначение пенсии. И к таким, в частности, отпускам могут быть отнесены периоды времени, предоставляемые работнику для учебы по направлению работодателя для повышения квалификации. Имеет ли право беременная сотрудница на ежегодный оплачиваемый отпуск, если она отработала в организации менее полугода? Действительно, такое право у беременной сотрудницы есть, и трудовое законодательство относит такую категорию работников к числу льготных, которые имеют право обратиться до истечения шестимесячного срока с просьбой предоставить им основной ежегодный оплачиваемый отпуск. Можно ли суммировать перерывы для кормления ребенка и перенести их на конец рабочего дня? Трудовое законодательство предоставляет кормящим матерям возможность использовать перерыв для кормления ребенка. Такой перерыв продолжительностью 30 минут может предоставляться работнице после работы ее в течение трех часов. Таким образом, все перерывы, которые возможны в течение рабочего дня, могут быть суммированы, и таким образом работница может раньше уйти домой. Хотелось бы напомнить кормящим матерям о том, что перерывы специальные, предоставляемые для кормления ребенка, засчитываются в рабочее время и подлежат оплате. Какие льготы и пособия положены многодетным семьям? Говоря о многодетных семьях и о льготах и пособиях, которые им положены, необходимо отметить, что по федеральному законодательству устанавливаются определенные льготы, которые могут быть расширены или дополнены на уровне регионального законодательства. То есть, таким образом, в каждом конкретном случае нужно обращаться к региональным законам и смотреть, какие дополнительные льготы устанавливаются на той или иной территории. В общем же, можно сказать о тех льготах, которые положены многодетным семьям. И они следующие. Во-первых, это скидка при оплате коммунальных услуг жилого помещения, которое занимает многодетная семья. Далее, первоочередное предоставление мест в дошкольных учреждениях детям многодетной семьи. Также бесплатное питание, предоставляемое в дошкольных и школьных учреждениях. Бесплатный проезд во внутригородском транспорте, троллейбус, трамвай, автобус для обучающихся общеобразовательных учреждений. Бесплатное обеспечение школьной формой по установленным нормативам, а также помощь многодетным родителям при организации крестьянских и фермерских хозяйств, предоставлении им кредитов на льготных условиях, а также земельных участков, наделов для организации крестьянских и фермерских хозяйств. Также многодетным родителям могут быть предоставлены на льготных условиях кредиты на приобретение жилых помещений, а также беспроцентные суды на строительство жилья. Многодетным матерям предоставляется право на досрочную пенсию, а если женщина воспитывает 5 и более детей, то ей снижается пенсионный возраст до 50 лет. Что приятно отметить, учрежден орден родительской славы, который предоставляется родителям, воспитывающим 7 и более детей. Таким семьям, награжденным этим орденом, положена единовременная выплата, составляющая 100 тысяч рублей. Мы упомянули лишь часть льгот, положенных многодетным семьям, и не говорили обо всех льготах, которые существуют в действующем законодательстве. Как уже говорилось ранее, необходимо каждую конкретную ситуацию рассматривать в каждом конкретном регионе, где могут действовать свои законы, расширяющие перечень упомянутых гарантий и льгот многодетным семьям. Но хотелось бы подчеркнуть, что этот перечень довольно обширный, и что в нашей стране многодетные семьи получают должную поддержку со стороны государства. Есть ли льгота по оплате муниципального детского сада матери-одиночки в Москве? Такая льгота ранее существовала, но на сегодняшний момент, насколько мне известно, эта льгота уже отменена. В ряде регионов возможно принятие специальных законов, предусматривающих скидку на оплату детских садов матерям-одиночкам, но в Москве такой льготы нет. Есть лишь льгота на 30-процентную скидку на обучение ребенка в школах искусств. Может ли женщина, имеющая годовалого ребенка, претендовать на льготы матерей-одиночек после развода с супругом? Если нет, то существуют ли какие-либо льготы в таких случаях? Мать, воспитывающая годовалого ребенка и находящаяся в разводе, по закону не считается матерью-одиночкой. Мать-одиночка – это женщина в свидетельстве о рождении ребенка, который в графе «отец» стоит прочерк, либо данный отец указан со слов «матери». Поэтому разведенная женщина не считается матерью-одиночкой и, соответственно, не может претендовать на те льготы, которые положены матерям-одиночкам. Несмотря на то, что в рассматриваемой ситуации женщина не является матерью-одиночкой, тем не менее, как женщине, воспитывающей малолетнего ребенка, ей положены определенные льготы, которые предоставлены законодательством женщинам, воспитывающим детей. Ну, например, по трудовому законодательству такая женщина может просить работодателя установить ей режим неполного рабочего дня, то есть работать неполную рабочую неделю или неполный рабочий день, либо и то, и другое. Кроме того, женщин, имеющих малолетних детей, не могут привлекать к сверхурочной работе, к ночной работе, направлять в командировки и так далее. Как видно, перечень льгот достаточно большой и определяется соответствующим законодательством. Положено ли дополнительное единовременное пособие молодой семье, если на момент рождения ребенка отцугла 30 лет? Действительно, такое дополнительное единовременное денежное пособие на рождение ребенка молодым семьям, то есть где одному из родителей должно быть не более 30 лет, полагается. И на первого ребенка сумма составляет более 40 тысяч рублей, на второго и последующего данная сумма единовременной выплаты увеличивается. Женщина-пенсионер подрабатывает в организации, но официально не оформлена по трудовому договору. Работодатель отказывает ей в предоставлении социального пакета на том основании, что она на пенсии, и пользуется льготами как пенсионерка. Правомерно ли это? Куда можно с этой проблемой обратиться? Из данного вопроса следует, что работница не оформлена должным образом по трудовому законодательству, а работает по гражданско-правовому договору, то есть оказывает услуги. В такой ситуации работница не может претендовать на определенные социальные льготы и преимущества, предоставляемые за счет средств работодателя, поскольку в прямом смысле она работницей не является, а является лицом, осуществляющим гражданско-правовую деятельность. Можно посоветовать такой сотруднице для того, чтобы она получала льготы, на которые хотела бы иметь право признать данные гражданско-правовые отношения трудовыми. Для этого желательно, прежде всего, обратиться к работодателю, поговорить о заключении трудового договора, даже срочного. Если работодатель на это не пойдет, то тогда обращаться в суд с требованием о признании гражданско-правовых отношений трудовыми. В таком случае, если в судебном порядке будет признан факт осуществления трудовой деятельности, то работница получит все те льготы, которые ей положены именно как работнику, а не как исполнителю по гражданско-правовому договору. В другом же случае, если работница не будет обращаться в суд, то, работая на условиях гражданско-правового договора, она не может претендовать на те выплаты, льготы, преимущества, которые положены работникам по трудовому договору. Я начала работать в несовершеннолетнем возрасте, и поэтому мне не выдали трудовую книжку. Но имеется справка, написанная от руки, с печатью. Будет ли этот документ иметь юридическую силу при оформлении пенсии? Если пенсионный фонд откажется принимать тот или иной документ и засчитывать в трудовой стаж период деятельности, который данный документ подтверждает, то работнику необходимо будет обращаться в суд с требованием об установлении факта, имеющего юридическое значение. То есть факта работы в конкретной организации. И уже в рамках судебного дела доказывать работу на данном предприятии, используя данный документ. Если по решению суда будет установлен факт работы, то именно решение суда будет тем основанием, по которому пенсионный фонд должен будет исчислить трудовой стаж данному работнику. И признать тот период, в который он работал, и который подтверждается соответствующей справкой, включить его в общий период работы для исчисления стажа, необходимого для назначения пенсии. Моя семья состоит из четырех человек. Работает только муж. Его заработная плата 17 тысяч рублей. Имеет ли наша малоимущая семья права на льготы? Прежде всего следует сказать о том, кто же является малоимущими. Малоимущими являются по закону граждане, доход которых составляет на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. В вашем случае у вас доход одного члена семьи в пересчете на каждого члена семьи будет составлять ниже прожиточного минимума, поэтому ваша семья может быть признана малоимущей. По федеральному законодательству, к видам льгот, предоставляемых малоимущим семьям, можно отнести скидки на оплату жилого помещения, адресную социальную помощь и ежемесячное пособие на ребенка. Дополнительные льготы могут быть установлены региональным законодательством. У меня ребенок инвалид. Ему 4 года. Льгота по оплате 50% стоимости ЖКХ распространяется только на него или на всех членов семьи. По законодательству о мерах социальной поддержки, предоставляемым семьям, такая льгота на ребенка инвалида в размере 50% оплаты стоимости жилья предоставляется на всех членов семьи. Наш дед, участник Великой Отечественной войны, умер в 1987 году. Можем ли мы получить какие-то выплаты через военкомат, поставив деду памятник? Такие выплаты через военкомат и средства федерального бюджета можно получить лишь только если гражданин умер после 1990 года, когда соответствующим законодательствам была установлена данная возможность. Так как в вашем случае ваш родственник умер ранее, наступление 1990 года, то такие выплаты вам не положены. Имею ли я право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск для написания диссертации? Для завершения работы на диссертации работнику может быть предоставлен дополнительный отпуск. Его продолжительность при написании диссертации на соискание ученой степени кандидата наук составляет не менее трех месяцев. Работник пишет заявление работодателю, и работодатель уже рассматривает данное заявление и обязан предоставить такой отпуск работнику. При этом данный отпуск не включается в график отпусков работника и, как правило, еще требуется ходатайство соответствующее или представление ученого совета о необходимости данному обучающемуся предоставить такой отпуск в связи с завершением работы над диссертацией. Имеют ли право судебные приставы по исполнительному листу удерживать суммы из пенсии по инвалидности? Законом об исполнительном производстве установлен перечень доходов из которых и имущество должника, из которых не может быть произведено взыскание. К сожалению, пенсии к таким видам доходов, освобожденных от взыскания по исполнительным листам, не относятся. И, следовательно, из пенсии могут быть удержаны определенные суммы. Что касается размера удержаний, то законом установлено ограничение. Такое удержание не должно превышать 50% от размера пенсии. На сегодня это все вопросы. Мы будем рады, если наши ответы окажутся кому-то полезными и помогут добиться реализации своих прав. Или пополнить багаж знаний в данной области для того, чтобы чувствовать себя уверенными на практике, когда вы столкнетесь со сложными ситуациями. По крайней мере, будете знать, куда обратиться и что делать. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова